Это фабрика пива. Здравствуйте, сегодня у нас 23 сентября. Мы пошли в лес. Надежде там что-нибудь найти поесть. Грибов, просто ягоды, грибы решили. Тем более дождик же был. Был дождик. Чем пахнет? А нет, печкой пахнет. Ладно, трясется так сильно. Так, это видите, вот фабрика там. Пиво. А может они только разливают там это пиво? Или нет? А нож нет. Ож надо сделать, чтобы потом разливать. Испанские трущобы. Вот она фига. Вот она как растет. Вот у нее какие листья. Тут такой запах хвои. Такой приятный. О, смотрите. Какое алоэ вера. Кактус. Я показывала уже этот лесок. Значит, конечно, земля сухая. Не верится, что вот грибы. Смотрите, там впереди два арбуза. Два арбуза. А там все похоже, что то ли тыква, то ли кабачки. Вот такой огород. Ну, это старичок, наверное, живет. Потому что молодежка. Вон какие-то маты там. Супер. Ну, я бы тоже, если бы у меня был кусочек, я бы тоже порылась бы в землю. Видимо, знаете, у каждой женщины какой-то приходит такой возраст, что начинается, что так хочется тоже вот этот огород чтоб был. Чтоб там рыться, что-нибудь садить. Как-то для души. Из-под ног. Смотрите, вот это ежевика. Но она, к сожалению, вся посохла. Вся посохла, видите. Ну, не посохла, а даже ее птицы пожрали. Ну, и слава богу, хоть птички поели. Птички. Вот такая ежевика. Это супер. Мы сюда каждую осень. У меня много есть видео. Ну, не много, а есть видео, где мы. Смотрите, вот тут это родник. Ну, не родник. Да, это родник, но он где-то. Но тут-то, конечно, вода грязная. В общем, про родник. Леха с Ильясом, блин, вдвоем съездили без меня на родник. А я думала, что, ну, скажу, где он находится. Ну, вот, придется ждать, пока в следующий раз поедем на родник. Ильяс, тут родник вон есть. Это же вода течет от родника. Ну, это вода с луны грязи. Нет, я не говорю, что это грязи, а. Это когда дождь пришло, там река бывает, что это дождь. А так, впервые, там сухо? А, нет. Там маленькая речка. Она ж откуда-то питается. И вот эти растения, они только около реки растут. Они не могут расти, где сухо. Смотрите, какая земля. Земля, знаете, глина, она у них не красная, она у них какая-то желтая. Вот. Ну, так, растительность в основном какая-то такая же. Вот это, видите, раз птицы ели, значит, съедобная. Но я, конечно, не буду есть. Где? А где ты желуди увидел? Нам надо кору. Это дуб ведь? Да, вон желуди. Надо отковырять кору. Нам нужна кора. О, отковырнивается. Немножко нам надо. Там у некоторых ноги сильно воняет. Не будем говорить, у кого. Сделаем ему... И сделаем ему это, ванночку. Муравейник, да? Ух ты, а муравейник на. Вот, видите, какие желуди тут. Желуди. Ой, пакет. Ну, ладно, хоть грибов не с ними собираем. Хоть кору тогда наберем. Хоть что-то, что-то принесем. Нет, какая все-таки красота. Как здесь красиво все. Приятно. Самое главное, что же погода-то хорошая, тепло. Ну, в России тоже, конечно, все красиво. Но там, блин, так быстро холодно становится. И так зябко, и сыро. А здесь все время, блин, ну, зябко бывает где-то, ну, может, в январе. Это вот февраль. У нас почему-то февраль все время какой-то очень такой мерзкий месяц. Грибы есть, я их нашла. Ильяска, давай, а то мне жалко мой маникюр. Смотрите, сколько их тут. Все, сейчас мы грибов наберем. Сейчас Ильяску заставлю собирать. Вот они, сыроежки. Ты сказала, что ты знаешь, как правильно их собирать. Значит, надо здесь кругом все обойти. А ты мимо этого прошла. А, так еще я не увидела там. Это обычно эти сыроежки. Ну, и что сыроежки, знаешь, так посолим вкусно. Все эти. Вот, собирай, вон нормально. Ничего не ложное, нормальное. Это я вижу отсюда. Прекрасное. Еще где-нибудь сейчас пойду по глазею. Что-то Ильяска забраковал. Такой гриб хороший. Ну, вот это понятно, что уже все. Вот сгнили. Так вот. А это что, по-твоему, не гриб? Мне кажется, вот он ничего не сгнил. Или сгнил он. Или сгнил. Давай насобираем, а дома когда будем резать, и выкинем, что они не это. Вон еще один я нашла. Вот тут шапочка. Надо мне уже одевать перчатку. Потому что... А, нет, он сгнивший. А то... Блин, на никюру придет конец. Люди столько пропавших грибов нашли. Блин, надо было раньше идти. Уже все сгнившие. Это они, не знаю, неделю назад уже все повылезли тут. Видите, какие-то ягоды я нашла. Какие-то красные ягоды. Я, конечно, не буду их пробовать. Потому что... Откуда я знаю, что это такое? Нафиг. Здесь, кстати, в Испании очень много ядовитых ягод. Нам тогда испанец один сказал, если не знаете, ничего не имеет. Типа, даже руками не трогайте. Дерьмо там? Фу. Ладно. Да уж какие кабаны. Кабаны на двух ногах. Вот мы дошли. Вот если по-русски, это называется земляничное дерево. А как по-испански, я забыла. Намэ как-то. И вот они за детей упали. И тут сами, видимо, поспели. Мы уж, конечно, не будем с полу собирать. Нет, вон красные есть, они просто падают. Знаете, как красиво по-испански? Кузнечик. Сальто-монте. Сальто-это прыгать, а монте, ну как это делать? Ну что-то вот. Он делающий прыжки. Так перевести. Сальто-монте. И лагортиха. Это ящерица. Лагортиха. 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 В общем, мы тут нашли эти ягоды. Посмотрите, тут следы кабанчика. Вот. Видите? Это следы кабанчика. Вот. 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 Видите? И это они вот тут, смотрите, рыли. А это вот они так мало рыли. В общем, ягоды мы что-то рано пошли. Блин, грибы поздно. Ягоды рано пошли собирать. Ну, вот что, вот мы собирали. А остальное, смотрите, вот она ничего еще не поспела. И вот они тут все рыли, рыли. Они, наверное, прыгают-то сюда, чтобы ягоды тоже поесть. Вообще, когда они какие-то больные чем-то. Ну, эти ягоды. Ой, как красиво. Как красиво, ой. Ну, разве это не чудо? Как природа такую сделала, такую красоту? Специальный телефон взяла, а не камеру. Потому что на камере так красиво не получается. На камере, конечно, стабилизация. Но на телефоне красочнее получается. Так что, если вдруг там что-то трясется, так просто я забываюсь. Надо стоя снимать. Вот они, это земляничное дерево. Сейчас поближе подойду. Как-то Мадриньос, что ли называется вроде. Может, давно не вспоминала это слово, поэтому могу неправильно произнести. Мадриньос вроде. Так как-то было. Мадриньос вроде так. А по-русски земляничное дерево. Смотрите, сколько я уже насобирала. Видите, терпение трут, все перетрут. А Ильяска там все бегает и психует, что мало поспевших. Ну и что? Я по две, по три ягоды его собирала. Он не валяется. Видите? Ну это, конечно, не достать. Не достать-то. С половиной собираю. Пусть кабаны. Кабаны пусть кушают. Это их еда. Вот так по одной, по две собираюсь отсюда. И уже насобирала много. Чем выше деревья, тем больше толще этих ягод. Вот такие ягодки. Ильяс, как ты опишешь вкус ягод? На что похоже? Ни на что не похоже? Сладкое. Сладкое, мягкое. Сладкое, очень сладкое, мягкое. И когда сильно переспевшие, они вкусные. Вот они, вот я почему такие вот собрала, не поспевшие. Вот они лучше, чем совсем поспевшие. Что-то мы куда-то забрели, не знаю куда. Это тут что, конюшня. А слушай, не тут ослик был, помнишь? Тут ослик, у меня есть видео. Ну, тогда было все открыто. Нет, туда не пойдем, а то заблудимся. В общем, все, мне надоело эти ягоды собирать. И все, не хочу больше. Надо теперь искать грибы. Вот смотрите здесь, какая петиция написана, протест. Что ты чувствуешь, гуляя по этой... Индред не знаю, что по этой... Это каталанский язык, я не знаю, что такое индред. Ну, в общем, что ты чувствуешь, гуляя здесь. Ты знаешь, что мы хотим сделать здесь автописту? Ну, автописта это вот скоростная дорога. Энс аджудем а атураар. Атурааро. Видите, автописта? Ну, это как протест, видимо, чтобы лес этот не трогали, чтобы не сделали вот эту автописту. Аутописта это скоростная... скоростная дорога. Ладно, приду домой, посмотрю, что это индред. Ну, как индред, как сторона, что ли. Никогда не слышала такое каталанское слово. Ничего себе. Хватит одна есть автописта. Зачем он тут трогать лес? Неужели кто сумасшедший такой? Собирается трогать такие чудеса. Знаете, что там такое повеселее? Я вообще такое первый раз слышу. Ничего такого не слышала, что здесь собираются автописты делать. Ну, все, в общем, мы домой пошли. Тут нас мухи заели, блин. Все, хватит. Ничего не нашли. Больше, кроме тех грибов. До свидания. Ребятишки, наверное, строили из бамбука. Строили, не достроили. А там вон бегают эти барашки. Или овцы. Или бараны. Фиг знает. В общем, туда пошли. Стадо повел их куда-то туда. Не успели мы его посмотреть. Ну, штаб, конечно. Ну, это дети, конечно. И что они тут веревочками связали. А что это дети делали? А вы взрослые? А вы слышите, как они там блеют? Вот видите, мы вернулись на то же место, где тогда нашли грибы. Мы еще тут поищем. Ой, там орет так. И колокольцы, колокольчики слышно. Ну и размер. Я стараюсь до itself с болью. И чтобы понять. У тебя нет. Так что мыwdроем. Продолжение следует...